Здравствуйте! В эфире ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Оксаны Тебенихина. О событиях Рязани, как всегда, вам расскажут мои коллеги. Коротко о главном. Закрывать или не закрывать, центральный рынок стал объектом бурных обсуждений региональных деятелей. Украинские торговцы смертью, сотрудники наркоконтроля пресекли преступную деятельность иностранного дуэта. Спорт или призвание в Рязани прошли соревнования по танцам на пилоне. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев на заседании координационного освещения по обеспечению правопорядка в регионе сделал заявление относительно центрального рынка в городе Рязани. По словам главы региона, арендаторы, работающие на рынке, опасаются того, что с 1 января 2016 года их точки будут закрыты. Об этом им сообщил собственник рынка. Были расклеены листовки о том, что предприятия, работающие на территории рынка, не смогут осуществлять свою хозяйственную деятельность, поскольку налоговая служба отказала им в регистрации. Как отреагировали стражилы рынка на такое заявление, узнаем из следующего сюжета. Работа самого крупного в регионе центрального рынка под вопросом. Предприниматели, имеющие здесь точки, опасаются их закрытия. Руководство крупнейшего торгового объекта региона распространяло информацию о том, что с 1 января следующего года рынок может закрыться. После собрания предпринимателей на прошлой неделе и ряда публикаций об этом в СМИ, в набирающие обороты скандал пришлось вмешаться губернатору Рязанской области. Олег Ковалев на координационном совещании по обеспечению правопорядка отметил, что он против закрытия рынка, так как это серьезно ударит по малому бизнесу регионам. Государственная налоговая служба, в том числе по моей просьбе и по просьбе прокуратуры, разобралась в этой ситуации. И ситуация оказалась не совсем такая, которую пытаются подать. Она не так проста, потому что представленные собственниками и юрлицами в Госналогслужбу документы несколько раз возвращались из-за неправильного оформления и ошибок, допущенных при оформлении. Эти ошибки, они видны, и любой маломальский знающий юрист их сразу же отметит. Собственникам законные требования у ФНС должны быть выполнены по корректировке документов и должен быть наведен порядок в этой документации. Он отметил, что собственник рынка должен понимать, что у него есть юридическая ответственность по договорам с частными предпринимателями и физическими лицами. Глава региона напомнил, что в 1998 году в Рязани уже была похожая ситуация. Но сейчас не то время. Времена существенно изменились. И пора от этих привычек 90-х отказаться. То, что сходило с рук раньше, не сойдет теперь. Будет получать, расцениваться совершенно по-другому и получать должную оценку как органов власти, так и правоохранительных органов. Напомним, ранее сообщалось еще и о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя фирмы, управляющей крупнейшим в Рязани рынком. Он подозревается в неуплате налогов в размере 17 миллионов рублей. Отметим, что на центральном рынке оборудовано 2000 торговых точек. У многих предпринимателей трудятся продавцы-пенсионеры. Многие ведут семейный бизнес уже более 25 лет. По самым скромным подсчетам, без средств к существованию может остаться около 5000 человек. Мы ждем, что нас не сократят, никуда не денут, никуда не выкинут, что мы останемся здесь. Народ-то ходит все равно и в простые дни заказывает. И рынок должен жить вообще-то. Все мы боимся этого. А нам, пенсионерам, и вовсе страшно. Потому что это последний шанс на выживание. Пенсии очень маленькие. Мы хоть чуть-чуть здесь чего-то зарабатываем. И не лезем в карман государству. Мы надеемся, что у них есть здравый ум и смысл, что они все-таки пойдут на какую-то уступку рынку и что все это решится положительно. Поскольку мы платим все налоги, то мы не имеем никакого риска потерять работу. А то, что там начальство, и они там разбираются между собой, я думаю, что они должны между собой как-то разобраться. А мы должны остаться. А пока вопрос с центральным рынком решается на высшем уровне, торговые точки работают в прежнем режиме. В правительстве региона не раз заявляли, что там абсолютно не заинтересованы в потере такого большого количества рабочих мест. Ольга Харламова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С 1 февраля 2016 года до 25 рублей подорожает тариф на проезд по платному путепроводу в Соколовке для легковых машин высотой до 2,1 метра. Для более высоких транспортных средств он подорожает до 50 рублей. Путепровода в районе железнодорожного переезда на 208-м километре между поселком Соколовка и Дашково-Песочней стал первым в России платным сооружением такого рода. Плата за проезд легкового транспорта через путепровод поначалу составляла 20 рублей. Строительство подобных объектов обусловлено предстоящей ликвидацией железнодорожных переездов с высокой интенсивностью движения автотранспорта. Еще одно сообщение автомобильной тематики. В газете «Рязанские ведомости» от сегодняшнего числа опубликованы изменения, внесенные в постановление об установлении предельных тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории Рязанской области. На основании прокурорского протеста из документа убрана фраза, что тарифы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку взимаются за каждый полный километр расстояния от места стоянки эвакуатора до места задержания транспортного средства и от места его задержания до специализированной стоянки. При этом сами тарифы в размере 130 рублей 20 копеек для машин массой до 3,5 тонн и 280-70 для остальных за километр сохранены. В региональной энергетической комиссии уточнили, что это не должно повлечь каких-либо изменений для системы транспортировки задержанных транспортных средств на спецстоянку. Плата за хранение на специализированной стоянке остается без изменений. Действующие тарифы таковые 21 рубль 15 копеек в час за транспортные средства категории А. 42.30 берется с автокатегории Б и Д массой до 3,5 тонн. 84.60 категория Б и Д массой более 3,5 тонн, а также категории С и Е. Негабаритные транспортные средства обойдутся владельцам в 126 рублей 90 копеек в час. На площадке перед центральным входом в главный корпус Рязанского госуниверситета состоялось открытие скульптурной – композиции, посвященной столетию РГУ имени Есенина. Скульптура представляет собой девушку и парня, сидящих на лавочке. Прототипом для памятника стали главные персонажи – фильмы Леонида Гайдая, операции «Ы» и другие приключения Шурика. Легендарные советские кинематографические студенты Шурика Лида уютно расположились на лавочке в тени деревьев. Подробности в сюжете Романа Дворецкого. В этом году одному из крупнейших образовательных учреждений Рязанской области РГУ имени Сергея Александровича Есенина исполняется 100 лет. В стенах этого высшего учебного заведения училось не одно поколение рязанцев. И чтобы вековечить неотъемлемую составляющую вуза, сегодня на территории университета был открыт памятник Шурику и Лидочке, знаменитым студентом из кинофильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая. Идея, в принципе, установки скульптурной композиции родилась примерно год назад, когда мы планировали празднование векового юбилея, когда думали о том, чтобы этот праздник почувствовался и за пределами университета, и мы думали, что нужно сделать какой-то подарок горожанам. Конечно, это было не единственным вариантом решения этой скульптурной композиции, рассматривалось более 20 вариантов, но мы остановились на ней, потому что это действительно связь поколений и тех традиций, которые университет закладывал последние 100 лет. Студенты являются главными действующими лицами университета, а также участвуют в его развитии и становлении, делая его лучше год от года. Когда мы думаем, вообще думаем, какой он должен быть классический студент, то, наверное, мы вспоминаем образ Шурика из фильма «Гайдая». И вот эта приятная ассоциация теперь у нас не только будет в голове, но и, собственно говоря, во дворе нашего университета мы всегда можем присесть к ним и понять, какой же он настоящий студент. Памятник Шурику и Лидочке сразу же пришелся по вкусу учащимся РГУ. Целый день вокруг него собираются студенты, чтобы стать чуть-чуть ближе героям любимого фильма. Сотрудники регионального наркоконтроля пресекли преступную деятельность двоих граждан Украины. По результатам оперативной и следственной работы УФСКН злоумышленники получили соответствующие своему преступлению наказания. Подробнее в материале Натальи Новиковой. В итоге, но 27-летних украинцев 20 апреля 2015 года изъяли 640 граммов запрещенных веществ. Следствием установлено, что ранее злоумышленники проживали в Киеве. В разное время нанялись закладчиками наркотиков в нелегальные интернет-магазины и были направлены в Россию. Александр Миков приехал в Рязань в январе 2015 года и проживал на съемной квартире. Согласно отведенной ему роли в преступной организации, через тайники в Рязани и Москве он получал оптовые партии наркотиков, расфасовывал их по сверткам и ежедневно делал десятки закладок в подъездах домов, сообщая адреса оператору. Через три месяца на смену Микова в Рязань прибыл Семененко. Примечательно, что молодой человек принял предложение стать закладчиком в развлекательном клубе Киева, а затем прошел собеседование с представителями виртуального наркомагазина. Кураторы снабдили его деньгами, мобильным телефоном, инструкциями и вместе с группой других украинцев отправили в Россию. В Москве закладчики получили указание разъехаться по конкретным городам. В Рязани Мико встретил Семененко, помог ему найти жилье, обучил особенностям криминальной деятельности, а также передал имевшуюся в его распоряжении партию наркотиков, поскольку сам намеревался покинуть Россию. На данном этапе подозреваемых и задержали. При личном досмотре Семененко, который был застегнут во время закладки наркотиков в тайники, наркополицейские изъяли более 30 закладок синтетикой. Затем в ходе поисковых мероприятий в домах на улицах сельских строителей и Новиково-Прибоя дополнительно были обнаружены более десятка фасовок. В квартире на улице Пирогова, где проживал Семененко, была изъята основная партия наркотиков двух видов, более 600 граммов так называемых соли и россыпи. Подсудимые полностью признали свою вину. Теперь одному из них предстоит провести 9 лет, а второму 8 в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. В нашем городе уже в четвертый раз прошли соревнования по танцам на пилоне. В России это направление появилось относительно недавно, но быстро завоевало популярность не только у прекрасной половины человечества, но и у многих мужчин. Так что же это, танцы или спорт, разбиралась Ольга Харламова. Спорт в понимании обывателя неизменно связан со здоровьем, силой и выносливостью. Добавьте ко всему гибкость, грацию, красоту и получите сравнительно молодой, динамично развивающийся спорт на пилоне. Вертикальный металлический снаряд, с помощью которого спортсмены, а чаще всего спортсменки, выполняют акробатические трюки, зачастую поражающие воображение. Это и есть пилон. И он стал неизменным атрибутом фитнес-клубов, а также завоевал любовь тысяч женщин и мужчин во всей стране. Полспорт сродни спортивной гимнастике. С львиной долей хореографической составляющей требует от тех, кто выбрал это направление не только недюжиной силы, выносливости, храбрости, но и артистичности, музыкальности. Да, это очень сложно. Поначалу вообще ничего не получалось, не залезть на него, не забросить ноги. То есть это действительно очень сложно. Но если ты чего-то хочешь, ты справляешься с какими-то трудностями, преодолеваешь их и становится легко. Выглядит, по крайней мере, что легко. На самом деле все, каждый танец, каждый номер, это всегда сложно очень. Это трудоемкий такой процесс. Это тело. Во-первых, это спорт, это уверенность в себе, это здоровье. Во-вторых, когда это становится твоим любимым делом, твоим хобби, ты постоянно об этом думаешь, это приносит тебе массу позитивных эмоций, и ты без этого уже просто себе не представляешь свой день. В нашем городе уже не первый год проводятся соревнования по полспорту. В минувшую субботу, 5 декабря, в ресторане «Пик» состоялся очередной открытый чемпионат, который собрал участниц не только из Рязани, но и из других городов. Все-таки следует отметить, что это не простое, слегка направление, но также хотелось бы сказать, что это сугубо спортивное направление. Никакого отношения к танцам на пилоне, так называемом, это не имеет. У нас участницы некоторые приходят, которые профессионально занимались гимнастикой, художественной, спортивной, и даже им бывает тяжело совладать с пилоном. Это первые соревнования, которые обширно захватили территорию не только Рязанской области, но и ближайших регионов. Москва, Подмосковье ближайшая, город Воскресенск, Коломна, Бронницы, ну, представители Москвы тоже есть, соответственно, Липецк, Владимир. Как бы, вы знаете, даже не могу сказать, почему и чем это, так и мы выделились, но людям приятно приезжать. Шествие акробатика в этот раз привлекло около 30 спортсменок, которые выступали в номинациях «Спорт», «Артистик» и «Экзотик». Самой женственной и самой зрелищной части конкурса. Следующее мероприятие, скорее всего, пройдет в апреле. Это все новости на сегодня. Далее смотрите программу подробностей, гостем которой стал организатор соревнований по пул-дэнсу Алексей Чернышев. День города прощается со зрителями до завтра. Смотрите нас на Рязанских кабельных. Всего доброго. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова